Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационный выпуск «Дежурная часть», в котором вы будете ознакомлены с работой органов внутренних дел и с оперативной обстановкой в Республике. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотрудники Министерства внутренних дел оперативным путем выявили и уничтожили плантации по выращиванию наркосодержащих растений. Порядка 19 тысяч запрещенных культивированию на территории Абхазии растений конопли и мака сотрудники милиции изъяли на приусадебном участке жителя Чемчирского района Эш-Соучанба. Растения, содержащие наркотические алкалоиды, пригодные для изготовления наркотического средства маковой соломы, экстракт маковой соломы и опии, а также растения конопли, которые могут быть использованы в качестве сырья для изготовления наркотического вещества марихуана, исследованы экспертами Криминалистического центра МВД Абхазии. В жилище гражданина Чанба в селе Адзюбжа изъяты кустарные приспособления, сырье наркосодержащих растений, пластиковая тара с растворителем. Эш-Соучанба с места преступления скрылся. Приняты меры по установлению местонахождения и задержанию последнего. По факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, 9 июня прокуратурой Чемчирского района возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 228 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Сотрудники Питсунского отдела милиции УВД по Гагарскому району в лесном массиве рядом с Солдатским озером в городе Питсунда изъяли корни запрещенных к возделыванию на территории Абхазии растений конопли и мака. Выращивал наркосодержащие растения Ардзенба Энрико Зиевич 1973 года рождения, который и сам употреблял канабиоиды и опиоиды, пребывая в наркотическом опьянении. В растениях мака эксперты обнаружили наркотически активный алкалоид, а корни конопли могут быть использованы в качестве сырья для изготовления наркотического вещества марихуана. В отношении Энрико Ардзенба возбуждено уголовное дело по пунктам А и В части 2 ст. 228 УК и 7 июня избрана мера пресечения в виде ареста. В Сухомском районе на приусадебном участке жителя села Гумиста обнаружены изъяты наркосодержащие корни растений конопли. В ходе осмотра домовладения гражданина Задикян Рафаэля Ситраковича сотрудники уголовного розыска районного отдела милиции изъяли уже обработанное и расфасованное в различную тару наркотическое вещество марихуана. Хозяин и сам пребывал в наркотическом опьянении аналогичным веществом. Также Рафаэль Задикян хранил огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, ручную гранату с запалами и холодное оружие. В отношении Рафаэля Задикян следственной группой Сухомского РОВД по признакам преступлений, предусмотренных статьей 217, 223 и 228 Уголовного кодекса Республики, возбуждено уголовное дело. Задикян в нарушении статьи 45 Кодекса об административных правонарушениях Республики Абхазия отбывает пока административное наказание. Далее будет принято процессуальное решение. Наркотическое вещество марихуана, хранимое по месту жительства Маршан Алптуга Явузовича, 1990 года рождения, изъяли сотрудники уголовного розыска Гулырыбшского районного отдела милиции. Гражданин хранил в доме и боеприпасы. На момент задержания Алптуг Маршан пребывал в состоянии наркотического опьянения аналогичным веществом. Последнему вменяется преступление, предусмотренное частью 1 статьи 217 и частью 1 статьи 223 Уголовного кодекса. По истечении срока отбывания 15 суток административного ареста за потребление наркотического вещества в отношении гражданина Маршан будет избрана мера пресечения. Психотропное вещество «Пригабалин» изъято сотрудниками милиции у жителя поселка Гудзера Гулырыбшского района. Днем 9 июня в результате реализации оперативной информации сотрудниками отдела уголовного розыска отдела внутренних дел по Гулырыбшскому району задержан и во дворе в изолятор временного содержания Инжкия Беслан Раулевич 1969 года рождения. В ходе личного досмотра у последнего изъято психотропное вещество «Пригабалин», которое гражданин хранил в пачке с сигаретами. В настоящее время Беслан Инжкия отбывает 15 суток административного ареста в нарушении статьи 45 Кодекса об административных правонарушениях. По факту незаконного приобретения и хранения психотропных веществ в отношении задержанного следственной группой РОВД по Гулырыбскому району по части 1 статьи 223 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело. Кустарную переработку растений мака организовал на дому житель села Лохадзых Отерба Роман Расимович 1966 года рождения. Как пояснил гражданин, таким способом он получал наркотик. Роман Отерба задержан в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии совместно с отделом уголовного розыска и оперативниками Пицунского отдела милиции УВД по Гагарскому району. В ходе обыска дома гражданина Отерба сотрудниками милиции изъяты приспособления к переработке растений мака, также шприц с остатками наркотического вещества опийного ряда, экстракт маковой соломы. Сухое вещество, маковую солому, содержащие наркотически активные алкалоиды опия и пригодные для производства наркотического средства, сотрудники милиции изъяли также в доме Романа Отерба. На момент задержания гражданин пребывал в состоянии наркотического опьянения веществами марихуана, морфин и опии. В отношении задержанного органом предварительного расследования УВД по Гагарскому району по части 2 ст. 223 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело и по окончанию административного ареста за незаконное потребление нарковеществ будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Сотрудниками Цандрибшского отдела милиции УВД по Гагарскому району задержан Устян Саркис Гайкович, 60-го года рождения, который под полом в доме по месту проживания в селе Амзара незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы. Автомат системы Калашникова и патроны к нему изъяты. На приусадебном участке гражданин Устян выращивал запрещенные растения конопли и мака. Органом предварительного расследования УВД по Гагарскому району в отношении гражданина Устян возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 217 и часть 1 ст. 228 Уголовного кодекса и районным судом избрана мера пресечения арест. Расследование проводит отдел дознания УВД по Гагарскому району. В орган предварительного расследования поступил материал по факту изъятия наркотического вещества у жителя города Гагара Гунба Эдуарда Зуриковича 1996 года рождения. Около 100 грамм наркотического вещества марихуана во время обследования жилища гражданина Гунба 10 числа текущего месяца обнаружено и изъято сотрудниками УВД по Гагарскому району. Эдуард Гунба задержан. В тот же день сотрудниками отдела уголовного розыска и участковыми уполномоченными милиции Цандриевского отдела внутренних дел УВД по Гагарскому району в селе Лапстхара в результате обследования приусадебного участка Варваштян Артура Суреновича 1991 года рождения обнаружены изъяты корни растений конопли, являющиеся наркосодержащими. В Варваштян задержан. Материал по данному факту переслан в отдел дознания УВД по Гагарскому району. По подозрению в совершении грабежа в городе Сухум по горячим следам 6 июня задержан житель столицы Пилия Рустам Иванович 98 года рождения. Заявление о преступлении поступило в дежурную часть УВД по городу Сухум утром 6 июня. Выездом следственной оперативной группы установлено, что примерно в 5.30 в городе Сухум по улице Лакоба, неизвестным на тот момент лицом, проникшим путем свободного доступа в магазин Артем, совершено открытое хищение денег в сумме 12 тысяч рублей продуктов питания и блока видеорегистратора. Тем же вечером сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по городу Сухум по подозрению в совершении данного преступления задержан Пилия Рустам, который уже дал признательные показания по данному факту 6 июня в отношении подозреваемого по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело. В ходе дальнейших оперативных мероприятий в отношении задержанного гражданина Пилия в результате обыска дома по месту его временного проживания в городе Сухум изъяты патроны калибра 9 на 18 мм и штык-нож, которые, со слов хозяйки домовладения 86 года рождения, принадлежат ей. Расследование по данному факту продолжается. По факту незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Верхняя Шера Хварцкий Мурата Беслановича, 90-го года рождения. Последний задержан в селе Псахара Гагарского района в результате проведенных оперативных мероприятий с сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по Гагарскому району. В доме по месту временного проживания гражданина Хварцкий сотрудниками милиции изъят автомат системы Калашникова калибра 7,62 мм с двумя магазинами, снаряженными 15 патронами, которые, согласно справке эксперта Криминалистического центра МВД Абхазии, технически исправны и пригодны для производства выстрелов. Судом Гагарского района в отношении Хварцкий Мурата вынесено решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Дополнительная информация о ранее совершенном преступлении. В ходе расследования уголовного дела по факту разбойного нападения, имевшего место 27 мая текущего года в селе Багмаран Гулырыбского района, установлен и впоследствии задержан второй подозреваемый в совершении данного преступления Чанба Инал Славович, 91-го года рождения. При проведении оперативных мероприятий по розыску гражданина Чанба был проведен обыск по месту его проживания в селе Багмаран, в результате чего в доме, в сейфе, нежилой комнате с сотрудниками милиции обнаружены изъяты патроны различного калибра и холодное оружие. Как впоследствии установлено, принадлежащие хозяину домовладения Чанба Славе Вадиковичу, 1973-го года рождения. По данному факту, в отношении последнего прокуратуры Гулырыбского района 10 июня возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 217 Уголовного кодекса Слава Чанба отпущен под подписку о невыезде. Реализуя имеющуюся оперативную информацию в рамках следственных мероприятий на территории домовладения в селе Чандара Гудаутского района по месту временного проживания подозреваемого в разбойном нападении Чанба Инала Славовича, 91-го года рождения, с сотрудниками следственной группы совместно с отделом уголовного розыска Гулырыбского РОВД были обнаружены изъяты, закопанные в пластиковые емкости взрывные устройства, оружие и боеприпасы, а именно 400-граммовая тротиловая шашка детонаторы, которые технически исправны и пригодны к производству взрывов. Также изъят короткоствольный нарезной револьвер и патроны калибра 9 мм, являющиеся боевыми к производству выстрелов пригодными. Решением суда Гулырыбского района Инал Чанба заключен под стражу. Последнему вменяются преступления, предусмотренные частью 4 ст. 159 и частью 1 ст. 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Как ранее сообщалось, преступление имело место в ночь на 27 мая, когда двое злоумышленников в масках, вооруженные револьвером и ножом, проникли в дом потерпевшие и под угрозой физической расправы завладели имуществом заявительницы, после чего скрылись на принадлежащем ей же автомобиле. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УР, МВД Абхазии, СГБ Республики Абхазии совместно с отделом уголовного розыска отдела внутренних дел по Гулырыбскому району 4 июня был задержан подозреваемый в разбойном нападении Сакане Георгий Георгиевич, 71 года рождения, также житель села Багмаран. Автомобиль потерпевший и часть похищенного имущества изъяты. Расследование проводит следственная группа отдела внутренних дел по Гулырыбскому району. Виновность всех вышеназванных граждан будет определена соответствующими судами. Судебные акты публикуются на официальном интернет-сайте суда в установленном законодательством порядки. Каждый день сотрудники МВД выезжают на мероприятия с целью профилактики административных правонарушений и предупреждения преступлений уголовного характера. Патрульные экипажи ДПС усиливаются сотрудниками оперативных служб. За текущую неделю в результате проведения рейдовых и профилактических мероприятий по республике по линии дорожной безопасности выявлено 1222 нарушений правил дорожного движения. 52 водителя привлечены к административным взысканиям за управление автотранспортом в состоянии опьянения. За нарушение общественного порядка и неповиновение сотрудникам милиции 5 граждан подвергнут административным наказанием. В соответствии с решением судов, 16 граждан признаны виновными в нарушении статьи 45 Кодекса об административных правонарушениях и подвергнут административному аресту, а двое граждан оштрафованы за аналогичное правонарушение. В детальной информации о проводимых мероприятиях можно ознакомиться в ежесуточной сводке на официальном сайте МВД Республики Абхазии. На этом наш выпуск завершен. До свидания.